Аллахат говорит, что человек, у которого, не дай Бог, тфелин упал из рук, должен поститься один день. Но если он Талмит Хахам, если он тот, кто изучает Тору или обучает Торе детей, если он будет поститься, то он уже не сможет учиться так, как надо, обучаться так, как надо, то пусть он вместо этого выкупит свой пост деньгами, то есть то, что он ест в этот день, деньги даст на цедаку. Но если они упали, когда они были в своем мешочке, то тогда человек поститься не должен. Это если только человек упал, если тфелин упал сам открытый, тогда он должен поститься. Но даже если они упали в мешочки закрытые, то желательно все равно ему дать деньги на цедаку. Следующий Аллахат. Человек, который снимает тфелин с намерением снова его одеть, то если не прошло полчаса после того, как он его снял, когда он одевает его, он благословения не говорит. Исключение, если он вошел в туалет, исправил свою нужду, даже если он там был еще 2-3 минуты, когда он возвращается, он снова должен сказать благословение на тфелин. Почему? Потому что в туалет с тфелином заходить нельзя. Все, как только он зашел, он отрезал благословение, которое было до этого, поэтому после того, как он вышел, должен снова говорить благословение. И даже если человек снял тфелин свой с намерением его снова одеть, просто снял, и прошло больше, чем полчаса, он в туалет не заходил, но больше, чем полчаса прошло, он снова должен говорить благословение на тфелин, потому что прошло более положенного времени. И заключительный Аллахан на сегодня говорит, что человек, который снял свой твилин с намерением больше его не одевать, снял, а потом передумал и решил снова одеть, думаю, дай посижу, поучу чуть-чуть Тору в твилине. Так как он уже отрекся от этой митцвы на этот день, уже отказался от нее, то даже снова он решил через минуту одеть в твилин, он говорит благословение и одевает твилин с благословением. Продолжение следует...